итак всем привет с вами НТП мы продолжаем играть за Украину в Кайзер Райф если вы еще друг не подписаны обязательно подписывайтесь а мы здесь побеждаем механику индустриализации и земельные реформы и мы практически уже победили так что давайте закончим это закончим нашу реформацию политической системы станем той около демократии и будем уже строить нашу страну готовить ее к обороне от восточной угрозы и возможно спасение германии также от западной угрозы потому что но мы ишку знаем он не продержится ни там ни там поехали вот слушайте 40 тысяч рабочие силы на местах что это значит я знать что предполагаю это значит значит manpower infield наверное есть это вот вот туда по идее я не уверен такого можно просто по идее делать вот так и наверное это сработает потому что мужики должны на поле боя выходить по идее даже без винтовок manpower должен до добираться можно просто расширять дивизии нормально я бы только давайте тогда раз мы уже начали так делать сделаем наши дивизии тридцатками будут у нас такие скажем так уверенные в себе пехотная дивизия бы нет надеюсь это этого должно хватить по идее что у нас 400000 там было опять таки но это если там виде просто горит синим осиним обычно горит когда не выполнена хотя бы горела когда было выполнено а здесь когда не было выполнено это странно но по идее то на земле оттать посмотрим да да видите я задеплоил 400000 и у меня теперь защита плюс 10 а было пол плюс 5 мы показали либо интересное начинание что это такое общественного транспорта ну конечно вообще с транспортом что я база мы сами если что построим потом ой нам балтийское герцогство начало теперь винтовки давать видим потому что видит что у нас их не хватает это хорошо из тех кто без класса у нас есть какие-то профессии которые имеют класс или что можем согласиться с их требования либо мы уже поддерживать организации понимаю мы то есть тем больше дать именно рабочим каких-то прав судя по всему так относительно можно согласиться их требованиями я думаю у нас стабильности так хватает нет аня по переименованию давайте переименовывать почему так нам для духа действительно донять васселя так называемого полит вассилий и васселя даже один тоже человек верно но я подозреваю что и до плюс 40 процентов прирост населения а он еще дает на плюс защиту стабильности минус скорость роста в наших регионах она подчинение окей на это бесполезно но вот защита стабильность допустим да очень полезно вообще здесь много интересных советников есть вот такой который промышленные баллы дают но я думаю наверное мы должны по идее набрать нормально тут нам еще накидает по фокусам еще есть так что норм а вот я видел на 10 процентов исследования был мужчина это выглядело интересно и еще был мужчина на тмп дополнительно тоже выглядело достаточно интересно посмотрим и есть вообще-то то есть еженедельно риски людские ресурсы 750 поддержка войны 05 у нас она базовая 5 то есть это очень выгодны для нас мужчинам наверное точнее женщина более того и надо будет взять и до ночи на фокус эти брать которые дают уже еще показатели нас там еще военные заводы если мы подождем еще наверно даст еще больше военно завода вот уже три дает ну и под чем больше заводов тем меньше показателя он даст и я вам скажу у нас не так много нас получилось 70 то нужно 90 у нас будет 73 до нужно еще ведь побольше получить хотя вот эту кнопку можно нажать опять окей тогда еще нормально я думаю как раз нам хватит его на лиге проходит нас все в порядке поэтому до ловки соинкова не работают и наше решение то есть предупреждения грамм кассу проблем начинаются а оси компромисс давайте попробуем сразу косую промышленность нажать давайте хотя вообще зря мы наверное ладно у нас по крайней мере идея не отступать особо на практике как будет вообще неизвестно потому что я чувствую что война начнется скоро только у нас еще осталось здесь то войны с францией по крайней мере пера августа 40 они тоже тени и 39 это же не шиза то есть ладно у нас еще полтора года за полтора года еще есть время я буду до цифр грейдить фабрики подстраиваем потому что нас потом очень хорошие будут модификаторы у нас очень много фабрик будет именно работать непосредственно можете поставлю все-таки вот этого чела потому что они еще успеют дать плюс 6 за эти 200 дней будет 80 это будет 83 это будет 90 как раз то что нам нужно и на всякий случай здесь чуть еще но ведь что нам наверное стоит сделать вот эти вот укрепления я вот это стоит сделать вот здесь еще три запаса небольшим в украинской степи нашли кого-то странного человека в снегу полиция арестовать деда мороза они вот такое вы все эти замечательных новых людей ладно я не понимаю что такое но поддержка войны звучит то что надо о военные игры еще опыт армии там струк нормально нормально нас принципе чуть-чуть бустит но казуально я думаю мы доставим вот это и начинаем строить воензавода потому что ну уже пора все властей земли порядка и труда есть минусы у нас пропали все фокусы этим мы добили механики мы уже по идее цифрам вроде побеждаем прекрасно можем готовиться вот сюда думаю а именно верно вот эта программа резервного вооружения она достаточно долго нам даст скидки на пехотку и артиллерию как раз то что нам сейчас надо для того чтобы нормально вооружиться вот актрин украинского империализма смотрите-ка за экспансию горит беларусь и россию навсегда не хотели а то что мы зависли от германии дает нам поддержку войны допустим нам она очень нужна потому что нам вовнет в общем-то наша дивизия нас очень большая нехватка в при фасов говорится 90 процентов но сейчас буду справляться все-таки давайте сделаем наверное этот вал я думаю она может помочь если какие-то там хотя бы вторые форты будут это уже что-то даст лески в принципе присоединяются к нам допустим русские-то генерала и мы обличаем российский шовинизм успать стабильности и порядка войны очень хорошо но язык и запустил это решение в месяц мысль что она может все-таки успеть закончится а может и нет так или иначе ну точно точно заканчивая нас точно из 90 нас точно максимальный баф если здесь объем производства курс 30 военок и место нп то есть то что нам и надо надо решить кто нас будет или маршалов канавалец поставится с трианец вот этот парень точно нет чем я не все не очень нравятся но как будто этот заброски вылез самым нормальным у него хотя бы организатор есть эти окна вальца самые хорошие статы объяснено говоря поэтому наверное наверное лучше все-таки его можно сказать вот так и можно сделать и вот так и вот нас такой более-менее нормальный фильм марш а я могу сидеть в исследовании бахнуть это бахнет да все как я говорил она осталась хорошо это шикарно вот у нас укрепление можно потратить постаровать за 30 дней и за пехотку с доктой что это значит что нам нужно сделать скажем так хитрый мув только сюда но давайте так сделаем сюда их честно копим и потом отменим эти дивизии образом они у нас буду на складах можем заказать мы иначе мы никак не закажем нужно именно на складе иметь но качаем уже военку чтобы иметь к войне баф и тут есть у нас по фотоке я пойду именно на право потому что слева конечно интересные вещи тут больше манповера я так защиту на наскорках что хорошо для нас но мы это планируем воевать не только у нас поэтому берем вот это здесь атаки дивизии будет еще кому-то дадут мастер танковой войны но это ладно а и вот это тоже такое себе но игру штурмы и 10 таки это с того стоит хотя мы еще сначала политку наверно партим вот сюда у нас фокус накопился но в отечество отдаст нам еще 150 политки кстати они так плохо я бы наверное сейчас это и взял то есть я взял себе сам экономику и берете ли вот это это как бы на самом деле 100 политки и 5 популярности ну нормально укрепление скинули прекрасно на самом деле можно еще так вот накопить на а что это то не просто если что отойти но на всякий случай давайте тоже сделаем чего нет принципе молот отсюда возьмем себе призыв повышенный как раз нам очень хватит нам повара пока что надо говорят что россия кто законе против нас они прям прям очень готовятся давайте тогда вот вместо этого брать уже час приближается сразу если не пропустится и мы войне вроде нет хорошо это даст нам бонус к таки нормально я тоже надеюсь что они еще к сервере не сразу нападут нам нужно успеть домобилизоваться ну и все мои надежды пошли да я туда куда хотим там сказать нам вроде не так плохо но вообще очень плохо потому что не хватает дивизии и не значит нам нужно отступить немного я думаю вот сюда пожалуй как-то который мы отойдем вот вот такую линию мы наверное отходим окружаем фронт поселивенцев твоего что-то не нададут и дают да нам что-то посихоньку закидывают это нашу ситуацию улучшит до худший сценарий они на самом деле очень рано напали с поддержки войны хорошо опыт армии хорошо давайте кстати насчет опыта армия вот этого чела сейчас взять сюда а здесь теоретик взять тоже на самом деле прежде чем доктрина качать им что это нам сэкономить много опыта и да невероятно на факт но с такой скажем так не заполнены армии нам приходится просто отступить на в общем то самое у нас безопасно линию одни пром как бы по-другому тут никак здесь мы уже думаю сможем как держаться но тоже проблематично перец и хорошо вопрос а где немцы а вот они армии немцы стоит на западной границе 1 мы поддерживаемся здесь этот я оставил себя очевидно во первых здесь какие-то фабрики есть во вторых а потому что там нужно потом как-то контур наступать и я так что понял что у нас же есть еще на территория очень легко забыть и и поэтому я про нее и забыл вот нужно тоже здесь дефаться на самом деле здесь может тоже есть промышленность но по идее речку они не должны пересечь не как даже до минус 70 даже с учетом того что у нас здесь нехватка боеприпаса 90 процентов живем я думаю я азия там начинают уже свою войну по всем чутье так полагают до франции сюда россия что-то очень рано начала войну ну мы поэтому были не готовы вообще у нас только-только зашли в принципе фокусы точнее индустриализация закончилась и земельная реформа то есть как бы да ну что поделать вот они шагу назад к себе говоря можно нажать и это бесплатно поэтому да и нашу основном вроде как все достаточно неплохо здесь остановились здесь остановились мы здесь я будем готовить потиху контратаку и у нас скоро закончится темповская линия укрепления которое нам тоже по идее поможет особенно если немец не будет вот так убиваться но видимо все детские несколько умер куда опять начнет убиваться ну то при холоча война с францией и да и что здесь опять тоже убивается почему они слабую германию которые дебаф еще дают они же наверно что-то и подкрутили что она теперь атакует но это ей же невозможно выиграть если она вот с начала войны что убиваться вот так то город как она должна вообще побеждать в этой игре ну слава богу хоть россия тоже нас убиваются ну да наши штаты штаты так называемые здесь но слишком хороши защита гигантская еще и умножается кучей всего у евреи поддерживают украину отлично здесь есть флот и давайте отход будет трейдить здесь может что-то на то и появится как мы наставили наши скидки армии теперь можем выключить хотя бы чудак трина то нам поможет действительно что идея еще теперь больше защиты будет но и софта начинает расти это вот наше укрепление я думаю они нам неплохо тут помогают очень даже под форсированная так и на пытаются на 3 что очень высокая защита скажет нас частично спасает но вот форсированная так и как бы нас пробивают все равно рано или поздно здесь пробьют но конечно тратят на это не очень много ресурсов почему это не сидим просто так мы тут заводики строим и постепенно постепенно производства пехотки нормальная наладится я думаю сможем от камбекать самое главное что нужно будет делать самолет сейчас поэтому исследуем и уверенно тихи по самолетам начинаем их производства и камбэк воздух начнется наш камбэк ну-ка-ну-ка смотрите мы сейчас вообще сделаем вот называемый контур наступ и окружим часть дивизии было бы неплохо хотя по идее нет надо вернуть свой стоит тоже всегда хорошо эти сопротивление там действительно растет уверенно неплохо все-таки есть какой-то добавь до цель сопротивления плюс 10 вот этот тут баф сопротивление которое действительно что-то делает мы это видим и до 3 дивизии мы окружили все перемога варить возьмем мариополь здесь то получим от снабжения и отберем самое главное в россии и они battle планет весь фронт что для нас очень выгодно здесь появится лучшим очень много имущество это фронте то что германия battle планет во францию судя по всему это уже грустно но пока что сказать по одному противнику за раз прибавим себе счет строительства и на заводов на свою военэкономика есть бафчик есть в 20 заводов фабрик точнее строим наши заводы и уверенно уверенно про начнем делать самолеты делаю еще двигатели и буду делать нормальный шаблон уже ой мы можем сделать вот это 10 прорыва и три аргии седать работает на все дивизии не только на танках так что это сильно и мобиль мариуполь критика уже уже уверенно российские войска очень-очень истощены особенно по людям я думаю они очень много реально реви 680 тысяч это круто можете мы с беларуси сделаем личную работу о чем периодически начинаем про дивизию тоже нам должно потихоньку облегчить фронт о под форс атакой из маркеловский battle plan шикарно нам связи с поняли вот такую дивизию она достаточно неплохо учета то что она ветеранская поэтому можно было бы ее вот так использовать принципе из нее я бы начал формировать свои танковые войска пока что можно просто вот так сделать и готовится а так да будем кит наверно средне танки начинать потихоньку делать и нам нужны и танки человек сначала нужно авиация чтобы просто хоть как-то прорываться потом танки чтобы прорвать уже то что мы с авиацией не прорвем германия у нас забирает людей на работу а это звучит неприятно для нас очень такое мы конечно осуждаем но делать ничего с этим мы не можем мы не можем отказаться увы я смотрю на эти дивизии я понимаю что это танковая дивизия будет не пробиваться собственно говоря этими русскими мы конечно давайте я модифицируем сделаем ее все-таки такое человеческое скажем так а человеческой не хватает опыта и да на западе германии начинают пушить прям уверенно весь пенедюкс уже пал поэтому нужно и тут тоже начинать какие-то действия делать я полагаю начнем с чего-то вот такого простого как уже не просто их то войск а что нам еще дело действительно кроме этого ничего то есть вот так вот как-то туда-сюда и и окружать давайте танковой дивизии щиток то что это здесь на очень полезно танковой дивизии на самом деле она конечно не по планету что мы не делаем легкие танки но тем не менее тем не менее мы начинаем контр наступ ну и все контр наступ в действии мы уже под ростовом собственно говоря здесь я займем речку и по ней будем держаться и пушить на север и сделать окружение и принципе захватывать какие-то территории и крым тор начинаем освобождать уже контр наступ в крыму происходит нажимаем их здесь них снабжение уже не так много азиастополь еще идет горе через море но здесь мы опять-таки в теории должно перехватывать и по идее здесь не должно ничего проходить так прекрасно вы хотя бы войсказе должны изгнить прекрасно гарнизон здесь наш точнее российские игры нас здесь ликвидировал сейчас пересекать через керчь пролив я думаю и здесь мы также ведем небольшое окружение автор наступ идет на славу еще начал строить тайны крейсера чтобы у меня был микро флот ну так на всякий случай возвращаем здесь харьков который мы окружили перед этим чтобы пробить попроще было и мы практически вышли на наши границы нужно только сейчас я речить можно также здесь претензия проскидывать и потом наверное интегрировать как-то нажимаем обязательно и вот окружение уже становится множество единственное конечно боеспособность войск по идее растет потому что эти войска становится меньше ну да ух тут и по манпаверу проблемы я думаю и по пехотке тоже сами войска уменьшаются окружением тоже достаточно быстро так что новые войска наверно будут не скоро старые встречаются отлично и постепенно фронт растягивается нам сложнее делать какие-то операции потому что нужно его покрывать а на западе все страшнее и страшнее ситуация выглядит но мы можем довериться германии мы нашли последние русские корабли в черном море и по ощущению с ними сейчас будет покончено и пока этот маневрировал чтобы окружить этот эти войска я принципе практически это сделал опять начинается контратака российская но по ощущению в этот раз они вообще ничего не смогут пробить и когда где у нас вдруг нету снабжения и места кое-где бывают другому во всем у нас все шикарно не шикарно только все в германии которая продолжает просто отступать но здесь эти справедливость ради интернационала действительно неплохой здесь уже и испания и ирландия захвачена и италия присоединилась стран действительно много германия 1 но проблема на мой взгляд не в том что их много а в том что германия продолжает атаковать типа вот она берет и убивается просто них дальше по богу у французов не так много людей и по идее снаряжение тоже то есть они тоже также убиваются поэтому какое-то время германии еще будет стоять а может и мы поможем это то же самое в это время заканчивается на реги и который тоже в интернационале и может тоже сможет как-то помогать мы же продолжаем восток спасать ну что здесь такая ситуация стала получше да все еще не хорошие почему начинаем делать синтетику чтобы воспроизводить резину которая стала очень мало германии она пропала видимо цейлонам захватили или что она снабжение нет акции лону а у других стран закупаться во-первых дороговато трех не хочется но самое главное здесь очень ограниченный ресурс если мы вдруг станем так побольше по размерам промышленности военные то нам ее будет не хватать поэтому нужно самим в это вложиться так уверенно все что это можно закончить нашу серию он трудноступ наш начался мы сразу были не готовы к войне очень потому что я ждал ее через год но уже уже готовится наша еще одна резервная армия про скорее всего просто будет укреплять этот фронт и мы вполне себе сможем продолжать наступать и дальше отрежем юг отрежем север а потом мы попробуем вывести россию из войны потом можно и на запад с вами будут гайм подписаться здесь еще друг не подписаны лайк комментарии ты искать пусть все как обычно и до скорых встреч всем пока